Нам иногда кажется, что если мы будем нашим клиентам предлагать какие-то необыкновенные бонусные программы, программы лояльности, программы клиентского сервиса, то нас будут все любить. Есть в группе попавшие от клиента ориентированности? Вы клиенту много чего предложили, а он на вас в Роспотреб написал. Хотя мы его любили в рамках закона. Что можно делать? Четыре основных правила клиентских программ, важнейших правил. Заодно можете своих маркетологов перепроверить. Правило первое. Ты мне, я тебе. Когда вы даете что-то клиенту, вы должны взамен тоже что-то получать. Никогда взрослый человек не ценит то, что ему досталось бесплатно. Замечали? Мы же не уважаем продажных женщин, правда ведь? По низкой цене, а по высокой уважаем. Завидуем, изучаем их бизнес-секреты. Как же так, такой уровень. Когда клиент взамен ничего не предоставляет, он перестает ценить вашу компанию. Ну простейший пример. Смотрите, допустим, мы с вами торгуем мужскими костюмами. По факту покупки у нас мужского костюма может быть услуга, допустим, подшив брюк. Может быть такая ситуация? Может. Дополнительная услуга сервисная. Но какому клиенту мы можем ее предоставить? Например, тому, кто купил костюм из новой коллекции. Может такое быть? Те, кто купили на сейле, допустим, за это платят. Или мы открываем дверь тому, кто съел у нас пять хот-догов. Кто съел четыре, открывает дверь сам. Ну, например. То есть темнее тебе всегда идет взаимная работа. Второе правило. Ничто не вечно под луной. Часто бывает следующая ситуация. Мы у вас не будем цемент покупать. Пройдет два месяца, вы сами нам будете звонить, он у вас будет со скидками. Клиент планирует. Замечали? Очень часто такое бывает. Я пришла, присмотрела, что у вас хорошего, и жду, когда будет сейл. А что спешить? Если вещь моя, она меня дождется. А если не дождалась, значит не судьба. И часто бывает ситуация, когда действительно клиент принимает решение не тогда, когда нам нужно, а когда ему удобно. Третье правило. И умное, и красивое. Когда вы пытаетесь в одном клиентском предложении совместить 800 показателей, цель нашей программы, чтобы нас все любили, чтобы нам все несли деньги, чтобы у нас все было хорошо. Это три разных цели. И они зачастую несовместимы в одной программе. Что-то одно выбираем. Еще одно правило. Не ожидали. Периодически полезно делать какие-то мелкие приятности, просто чтобы человека порадовать. Ну, например, вы зашли в ресторан, а вас поздравили с днем химика. И предложили коктейль. На ровном месте. Приятно? Приятно. Но это не значит, что каждый раз мы каждый день должны чего-то придумывать. Это редко, точечно. Последнее правило. Я помню чудное мгновение. Очень интересно. Коллеги, у кого из вас в кошельках, в портмоне, есть карты каких-то компаний, где вы уже не помните, когда вы там были и что вы там брали? Иногда смотришь кошелек, да, и думаешь, ой, зачем я это ношу с собой? Я уже в другом городе живу, я уже другой потребитель. Часто бывает ситуация, если мы с вами в эту компанию снова обратимся, у нас там условия не изменились. Мы там вип-клиенты последних пять лет. Мы пять лет ничего не покупали, нам дают скидку максимальную, например. Вот этого не должно быть. То есть если мы говорим о лояльности, это деньги в конце месяца на счете. Клиент должен подтверждать свою квалификацию на какие-то бонусные условия. Ну, к примеру, год к нам не приходил, его квалификация теряется. Понятно это, да? То есть это крайне важно. И я думаю, что это не так. И я думаю, что это не так. И я думаю, что это не так.